Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами дождь. В горах со снегом. В отдельных районах сильные осадки. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью в горах порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах минус 4, плюс 1. Днем до плюс 13. И местами до плюс 7. В центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 11-13. Бизнес-конференция, направленная на поддержку и развитие молодежного предпринимательства в регионе, прошла в Черкесске, на площадке ЦМИД. Кто принял участие в мероприятии, какие вопросы и проблемы подняли его участники, что узнали нового, расскажет Альбина Ламкова. Развитие малого и среднего предпринимательства среди молодежи является неотъемлемой частью экономической системы хозяйствования нашей республики. Доказательством этого служат программы в поддержку начинающим бизнесменам, проводимые встречи для их обучения. В рамках очередного мероприятия организовали пленарное заседание, где спикеры и участники обсуждали актуальные вопросы и проблемы, связанные с молодежным предпринимательством. Для получения результата, как и в любом деле, нужно время и терпение. Спикеры в формате диалога и дискуссии разобрали циклы экономики, дали рекомендации для молодежи. Люди, когда берут кредит, у них повышается количество потребления, значит, экономика растет. Но надо платить по долгам, а не сокращает потребление, чтобы деньги высвободить. И экономика из этого падает, потому что экономика растет, когда у меня много покупают, а у меня меньше. Участники смогли получить консультации от экспертов и ознакомиться с возможностями финансирования своих проектов. Дали информацию, как развивать навыки для предпринимательства, бизнес-мышления и лидерства. Елизар Гудманов – молодой бизнесмен. Он работает в команде с коллегами, развивает онлайн-школу. Предприниматели – это большая возможность, во-первых, пообщаться напрямую с министрами, которые связаны как раз с министром экономического развития, министром молодежи и другими представителями, которые могут рассказать про государственную поддержку, про грантовую поддержку и так далее. Я смог узнать чуть больше про грантовую поддержку, которая сейчас проходит для молодежи 25 лет. Узнал чуть конкретно про свои условия, плюс подробнее ознакомился с мерами поддержки в Карачао-Черкесской республике. Молодежное предпринимательство – перспективный федеральный тренд, и в нашей республике есть возможность получить поддержку на этом пути. Предпринимаем и будем предпринимать все необходимые меры, всю необходимую поддержку для того, чтобы молодые люди на самом старте осуществления своей предпринимательской деятельности получили прочный фундамент, на который смогли бы опереться, приступая к реализации своего дела. Еще на бизнес-конференции были проведены тренинги, на которых участники могли получить полезные знания и опыт для развития своего бизнеса. Одной из особенностей мероприятия была бизнес-игра с финансами на «ты». Это помогло им лучше понять, какими навыками необходимо овладеть для успешного ведения бизнеса. Мы понимаем, что от того, как молодежь будет развиваться, как она будет участвовать в экономическом развитии России, во многом будет зависеть экономическое благополучие нашей страны в будущем. Главной целью бизнес-конференции стало всестороннее развитие потенциала молодежи, что в свою очередь должно способствовать достижению долгосрочных целей социальному, экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее международной конкурентноспособности и укреплению национальной безопасности. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь. С вами через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи.